Врачебные таймы Врачебные таймы Врачебные таймы подискутировать с вами на практически любые, даже самые острые темы. Всё, договорились, да, то есть вопросов мы не знаем. Буду задавать то, что действительно мне интересно, и, на мой взгляд, может быть интересно беговой тусовке. Ну, начнём, я думаю, с вершины, с Rocket Science. Что за команда? Я объясню, почему с вершины, потому что начинать с основ, с любительского спорта, я как раз хочу вниз спуститься, тогда ноги оставить в нашем времени спорта, понятно, почему начал с вершины. Rocket Science, что за команда, и самое главное, из кого она стоит, и почему именно эти люди? Rocket Science, вообще идея зарождения этого проекта возникла ещё в октябре у нас. 16-го года. 16-го года, да, вот я перебрался в Москву буквально в сентябре, сам я с Новосибирска, и много лет уже, буквально лет 5, наверное, очень плотно занимался спортивной наукой, методологией и так далее. То есть, и диссертации у меня, и публикации, и научных статей есть очень много, вот по биоэнергетике и так далее. То есть, ну, немножко в теме, так сказать, накопил какую-то определённую базу знаний. Мягко говоря, немножко в теме. Да, перебрался в Москву, и вот уже, естественно, с накопленными знаниями, с верой в чистый спорт, встретил вот человека, с которым мы думаем, и мы с ним в унисон, это вот Василий Пермитин. И вместе вот как-то мы решили, над названием мы долго не думали, Rocket Science. Почему Rocket Science? Rocket – это нечто, связанное с стремлением вверх, а Science – это наука. Соответственно, буквальный перевод – это наука ракетостроения. Ну, то есть, если перефразировать, это да, это стремление вперёд регулярное. Евгений, я правильно понял, что Вы перебрались в Москву, ну, не под этот проект конкретно, а просто перебрались в Москву, чтобы жить и работать? Евгений, я правильно понял, что Вы, чтобы себя реализовать, так скажем, в большей степени, чем в Новосибирске это было возможно? Евгений, там это практически было невозможно, я в этом наконец-то убедился, вот, Василий тем более меня подтянул, пригласил, и всё, и как-то вот очень быстро мы в эту тему влились. Итак, октябрь 2016 года. Пищалов, Пермитин. Дальше. По кандидатурам в команду, как происходил отбор? Брали ли Вы, условно, из тех людей из тусов, которых Вы знаете? Людей, которых уверен, что они чистые, людей, какие-то потенциально, на Ваш взгляд, как в том числе учёного, потенциально могут считать результат. То есть, как происходил отбор в команду? Или все желающие, ребята, вот я мог привести в Вам команду? У нас достаточно серьёзные такие критерии, на самом деле. То есть, критерии есть. С Михаилом Виноградовым я знаком уже очень давно, и на мой взгляд, вот я не побоюсь этого сказать, это величайший учёный на стране в области спортивной науки. Он тоже в Вашей команде? Да, он тоже в нашей команде. Он как раз вот очень долго прожил в Европе. Он тренировался вместе буквально плечо с Бьёрнда Алиным, с Мортугом. То есть, хорошо знаком не только со структурой европейского спорта, американского, но и знает все тонкости и нюансы, и точно так же контактирует напрямую с ведущими мировыми специалистами. То есть, на данный момент, к сожалению, его потенциал далеко не оценён в нашей стране, о чём я очень сильно сожалею до сих пор. Ну вот, точно так же наши мысли оказались полностью одинаковыми, и вот он с огромным удовольствием присоединился к проекту. Но он не бегает, он осуществляет… Почему? Нет, Михаил на себе не то что бегает, он на себе экспериментирует, так скажем. Вот что-то появилось, какая-то новинка за рубежом, вот той же в Америке. Раз он пробует всё это на себе, нам рассказывает, мы частично что-то пробуем на себе, внедряем, рассказываем. Михаил живёт в Москве? Нет, он сам с Барнаула, вот и живёт в Барнауле, соответственно. Сейчас фактически. Но в Москву он приезжает на конференцию, несколько раз в году он участвует в очень крупных конференциях, делает доклады на довольно-таки интересные, на мой взгляд, темы. И, опять же, заинтересованность тренеров, к моему великому сожалению, не такая большая, как бы хотелось. Ну, в России, конечно, косность, которую многие наши гордятся, называют традициями, да, она, конечно… Ну, глупо это называть традициями. Ну, кто-то же называет, что у нас традиция сильная, школа и так далее, хотя если на поверку, оказывается, как-то чуть-чуть поглубже, у нас не традиция, а просто нежелание меняться и, самое главное, огромное желание удержаться на том месте, в котором он сейчас находится, не рискуя абсолютно никуда, это понятно. Это и в футболе, к сожалению, и в хоккее, и в циклическом спорте, как выясняется, тоже. Ну, получается, Пищалов, Виноградов, всё же, ну, понятно, вы оба бегаете, бегаете очень сильно и так далее, но кто те люди, которые, как вы говорили в одном из интервью, и на встрече в Федерации лёгкой атлетики, мы о том тоже поговорим, теоретически могут попасть на Олимпиаду, ну, достичь уровня олимпийцев. Кто эти люди, бегуны? В частности, я бы назвал Ринаса Ахмадеева, вот, на мой взгляд, потенциал этого бегуна очень высокий, но, к сожалению, его очень часто преследуют травмы, вот, у него определённые проблемы со здоровьем, там, со спиной, и вот в очередной раз, вот, во время весенней подготовки, вот, после одного из стартов, он получил очередное повреждение спины, но до этого он показал просто величайший, высочайший результат на полумарафоне в Сочи. Утром в апреле, получается. Да, там... Так он рекорд раз там ставил, насколько я знаю. Не только рекорд раз, у нас в стране уже лет 15 так не выступали на полумарафонах, результатов не было, то есть, результат достаточно высокий. Ещё, учитывая то, что он бежал один, боролся с ветром и так далее, вот. Степан Киселёв, наверное, тоже вы знаете, это вот, новоиспечённый чемпион России на марафоне, тоже наш человек. Да, нравится. Ну, я давно за ним в Фейсбуке слежу. То есть, кто ещё, это спортсмены действующие, спортсмены профессиональные, которые входят в полусборных. У вас все спортсмены в уровне национального изначально, или кого-то вы прям вот брали, которые выступали условно, там, по уровню первого стосового разряда и доводили, видели потенциал, пытаетесь довести до уровня там. Учитывая то, что мы в октябре только возникли, то… Ну, идея, идея, то есть, потенциал. То есть, коэффициент полезного действия, тренировок достаточно низкий. То есть, или перерабатывать, или не рабатывать. То есть, есть куда расти прям с запасом. Огромный потенциал, там, по тем же технологиям, у меня вот огромный список технологий, незапрещённых, которые можно внедрять, пробовать. Но, опять же, кто-то на это должен подписаться, это, опять же, что-то новое. Но, опять же, за рубежом это работает, а у нас это пока что боятся все применять. Опять же, нас очень хорошо поддерживает инновационный центр Олимпийского комитета России, вот Сергей Зоткин. Да, да, прекрасно, он знает, да. Хотелось спасибо вот ему сказать. Мы там, нас отлично принимают, то есть, тестирование любые там… Ну, да, оно, кстати, на передовой находится, именно когда инновационные какие-то технологии, да. Да, ему это всё интересно, у них хорошее оборудование, хорошие ребята, хорошая команда, поэтому вот с ними мы сотрудничаем с огромным удовольствием. Ну, получается, Степан Гиселёв, чемпион России, ну, Рен Сахмадеев, который тоже, по-моему, был чемпионом России, да, там, на 3 тысячи метров, по-моему, да, то есть, многократный. Мастер-корта международного класса. Титулованный человек. Кто, Василий Пермитин, понятно? Да, мастер-спорта по горному бегу. Горный бег. По горному бегу. По горному бегу. Но сейчас вот мы, опять же, ну, я являюсь его и тренером, в том числе, он спрогрессировал. С прошлого года он значительно так спрогрессировал и на полумарафоне, и на пятёрке, и вот, опять же, он планирует сейчас принять участие в беге на 10 тысяч метров на чемпионате России уже завтра. Вот сегодня он приезжает со сборов. Где вот там Рыбаков бежать, Серенков планировал, но я так понял, что не будет уступать, Ахмадеев планировал, но из-за травмы не будет, да, пока? Кстати, почему, я знаю, что в команду сходят только профессиональные, но условно, ну, звуководческие любители, да, то есть, люди, которые работают, там, ну, и свободно от работы время, скажем так, бегают. Правильно я понял? Один из них, Искандр, это Едгаров. Ну, Искандр Едгаров постольку, поскольку входит в нашу команду, он всё-таки больше стремится к независимости. Вот, то есть, в принципе, он, условно так, сочувствующий, вы ему там помогаете с советами, с над делом, но, в принципе, в Rocket Science он не входит. Официально нет. А, вот, вот. Давайте, кто ещё официально входит в Rocket Science? Официально входит это Сергей Литвинов, наш, наверное, титулованный метатель молота. И сын ещё более титулованного метателя молота. Да, и сын мирового рекордсмена, да, Сергея Литвинова. Вот, почему, опять же, он с нами? Наверное, из-за общих мыслей, общих взглядов на проблемы не только, наверное, на российского спорта, а и международного, ну, всех международных проблем. Вот, и входит в нашу команду ещё один метатель, опять же, молота. Это Илья Терентьев, точно так же он чемпион России по молодёжи, вот, мыслит одинаково с нами. И у нас ещё один критерий такой был, не знаю, он, может быть, кому-то покажется смешным или не совсем серьёзным. Мы подписали определённое соглашение, вот, американская есть такая компания Clean Sport. При подписании соглашения ты обезуешься… Клин, это слово чисто. Clean Sport, да, обезуешься, что при малейшем нарушении каких-то антидопинговых правил выплатить 25 тысяч долларов. То есть, мы под себя серьёзное такое обязательство взяли, вот, и мы не боимся это признаться открыто. Нас не проверяют, но в случае каких-то нарушений, вот, мы так серьёзно, скажем, на деньги. А были такие люди, скажем так, которые хотели с вами тренироваться, вас под ваши гиды выступать, но узнав об этом правиле, которые отказались? Да, в основном это, в основном это, не буду фамилии назвать, это члены сборной, я их, в принципе, наверное, не буду называть. И наш проект интересный. Нет, не сегодня найдём, когда-нибудь кто-нибудь узнает. Хорошо, вот, потому что всем интересно, вот, то, что у нас есть допуск в инновационный центр Олимпийского комитета России, есть доступ к технологиям, к знаниям и так далее. То есть, плюсы очевидны. Да, некоторые нюансы очень сильно смущают, плюс к тому, нашу группу активно поддерживает Международная Федерация Лёгкой Атлетики. Она вот поддерживает больше как словом, или всё же какие-то дела конкретные какие-то есть. Конкретные дела, она... Есть у ребят, классные ребята, да, чистый спорт, да. В последнем своём докладе они белым по-чёрному написали в рекомендациях для Всероссийской Федерации, что поддерживать данную независимую группу, которая борется за чистый спорт. Вот, поэтому... Ну, то есть, это, казалось бы, вроде как, всего лишь слова на бумаге, но, тем не менее, да, это всё в официальных... Это одно из условий выпуска нашей сборной, да. Вот, мы сами не ожидали такого резонанса крупного, но потом появился. Кстати, я знаю, что вы встречались с представителями Федерации Лёгкой Атлетики России, прямо у них на их территории. Да, от слов, я даже читал в нашей ведущей спортивной газете, от слов к делу получилось перейти. То есть, Федерация обещала помочь, как я вот, я читал, я читал, по крайней мере, обещали. У нас в стране любители пообещают что-нибудь есть очень много, да, от слов к делу переходят, ну, дай Бог, просто в 20. Вот, пока, пока, может быть, всё ещё впереди. Получилось, реально вы почувствовали какую-то помощь не только на словах, но и на деле? На самом деле нет. Я потратил вот своих, я отказался от всех зимних сборов, просидел всю зиму в Москве, я практически там несколько раз... По расчёте на то, что какие-то дела будут сделаны, правильно понял? Конечно, всецело, то есть, ударился в проблему, пытался как-то помочь нашей Федерации. Поскольку у нас есть всё равно понимание, что от нас требует Международная Федерация, как бы мы всё равно мыслим немножко креативно, больше по-западному. И мы понимаем, по-своему, по-молодёжному, так скажем, что требует от нашей Федерации. Но поскольку там всё равно уже люди достаточно возрастные, и им иногда сложно, так скажем, догонять, что же от нас хотят. Это, как вы сами видите, нелепые интервью и так далее, которые западные... Ну, раз сами себе могилу копают, да, если ничего не совершают, да. Да, сами себе могилу копают, и они сами понимают, что они, грубо говоря, поступают неправильно, но они не знают, что делать и как делать. Соответственно, я месяца три, наверное, проездил туда, всё обсуждали, договаривались. Но договорились даже о том, что... Вот у нас одна из идей была организовать такой центр спортивной селекции. Очень интересный проект, куда мы хотели подтянуть. Опять же, подтянули уже, дал согласие. Это один из ведущих мировых генетиков Ильдус Ахметов. То есть он сказал... Исказание. Да, ребята, я с вами, я с удовольствием. Организовали мы комиссию, то есть приехала в ФЛА комиссия из Минспорта, было много членов нашей федерации. И вот как-то вот один из, наверное, я бы сказал, даже председатель комплексной научной группы Всероссийской Федерации нашей лёгкой атлетики, не слишком негативно воспринял вообще наши все идеи, наши начинания. А мне всегда эта ситуация удивляет. То есть ты живёшь, работаешь, да, ты там, представитель комиссии, всё тебе хорошо, ты заслуженный человек. Тут приходят ребята и говорят, мы не лезем на вашу территорию, давайте сделаем вот это. Но неужели самому человеку неинтересно хоть что-либо сделать? Ну понятно, что то, что делается, наверное, не так, что делается. Но результат налицо. Мы отстаём, я думаю, даже от европейской лёгкой атлетики, и с каждым разом всё больше и больше даёмся. Знаете, как говорят, мы оценили на 20, а иногда такая ситуация, что мы не то, что оценили на 20, мы просто в другую сторону смотрим, потому что мы туда лет на 20 остаём, хотя бы все убежали в другую сторону. Вот где-то логика у людей. Почему я говорю, я могу относиться негативно к пищалам? Ну, не нравится мне, лично мне пищалам не нравится. Да, нет проблем. Да, да. Но если я понимаю, что пищалам делать что-то полезное, потенциально может быть даже полезное, для того дела, которым я тоже занимаюсь, но я как человек строго мыслящий логично, я должен ему помочь. Вот они чем объясняют свою негативную отношению? Что плохого в том, что будет селекция? Вот что плохого? Опять же, я так скажу с того, что в самой федерации пока не всё гладко так. То есть, есть люди… То есть, не все смотрят в одну сторону. Да, далеко не все смотрят в одну сторону. Это, с одной стороны, создаёт внутренние проблемы. Не могут между собой даже пока договориться и прийти к общему какому-то консенсусу. Плюс тут пришли вот ребята, такие умные, сказали, что мы постараемся что-то сделать. Опять же, мы ничего не обещали. Мы сказали, давайте попробуем. И всё это представили в таком виде, что мы пришли просить денег. То есть, нам деньги от них не нужны были. Мы предложили, давайте что-то попробуем. В деньгах мы от них не нуждаемся. Ну вот, не очень хороший такой момент там получился, что нас чуть ли не шарлатанами там представили. Опять же, я скажу, в федерации есть хорошие люди, которые нас действительно хотели поддержать и помочь нам. Но вот, к сожалению, не все. И поэтому возник вот такой конфликт. Начали задавать не очень удобные вопросы там, на которые, но я просто не готов был на них ответить. В конкретный момент времени. Да, в конкретный момент времени. Может быть, я подготовился, было бы немножко всё по-другому. И с тех пор я достаточно сильно разочаровался во всём государственном спорте. Мне это было как лопатой по голове мне дали. То есть, я оттуда очень разочарованный вышел. И пока пауза получается. Пока пауза, да. Ну, мне опять же звонили, пытались что-то попросить, хотя бы для сайта публикации какие-то делать, для официального. Ну, я интерес потерял к этому. Ну, то есть, получается, нет. Ну, сайты, интерес публикации для их сайта, это потому, что таскать каштаны чужими руками из огня. Ну, да. То есть, вроде там, это как раз чуть другая история. Я думал, что у нас получается очень интересный разговор, который будет ещё острее второй половине. Давайте, а пока пройдёмся на рекламную паузу. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс». Свежие котировки новостей. Всегда под рукой. С вами снова программа «Врачебные таймы» на радиоканале «Медиадоктор». Я ведущий Эдуард Безуглов. И напротив меня, все еще напротив меня, ближайшие 25 минут, Евгений Пищалов, мой гость сегодня, мастер спорта по легкой атлетике, тренер и сооснователь проекта «Рокет Сайенс». Мы поговорили о взаимодействии, о «Рокет Сайенс», как она появилась, кто в нее входит, о взаимодействии с главным органом, которым курирует всю легкой атлетику в России, Федерация легкой атлетики, даже затронули взаимоотношения с Международной Федерацией легкой атлетики. Пока не все так просто, но я думаю, что Евгений не ожидал, что будет все просто, хотя мне казалось, что в общих наших интересах помогать таким проектам, уж, по крайней мере, не мешать этим проектам. Евгений, вы говорили про селекцию, ну, пока речь не идет о том, что это будет официально делать и так далее. А есть ли у вас, например, ребята, которые, на ваш взгляд, могут выстрелить? Может быть, там уже незрелые мастера. Проводите ли вы такой, ну, скажем так, скаутскую работу в этом направлении? На данный момент, к сожалению, пока у нас все это приостановилось, просто я сказал, наверное, из-за отсутствия свободного времени. Но, опять же, технологии, все это вот в кучу собрать, это можно запустить уже в принципе. Нет, имеет в виду даже такое, что, знаете, где-то раз появляется, кто-то вам говорит, вот я бежал там в Сочи, там вот Ренас там какой-то побил, ну, слышал, что там третьим прибежал мальчик, молодой там из, не знаю, из Краснодара, там за час 05. На мой взгляд, он потенциально, ну, опять же, сарафанное радио. И как-то мониторите вы, кто где появляется, молодые, может быть, возрастные, но потенциально перспективные ребята? Эдуард, вот на самом деле, вот так, глядя со стороны на чьи-то тренировки или результаты, очень сложно сказать его потенциал. Нужно отслеживать его методику, как он тренируется, кто его тренер, какой спортивный стаж. То есть, там настолько много нюансов. Которые так навскидку оценить просто, ну, не срезообразно. Ну, можно оценить только хорошую технику, там, хороший финиш, красиво лежит. То есть, здесь сейчас, условно? Да. Опять же, его отзычивать на нагрузку, там, реакции на нагрузку, никто никогда не сможет сказать, вот так, глядя на него, даже на результаты, судя по результатам соревнований. Поскольку, сколько у нас народу красиво сложены, красиво бегут, но, начиная тренироваться, результат почему-то не растет. Все, я понял. Но, опять же, мы когда говорили про Rocket Science, есть члены команды, есть сочувствующие условно, вот как мы говорили про Искандера, да, Янгарова. Кто вместе с ним еще является, ну, человеком, к которому вы относитесь, благожелательно, к вам, и спортсменов? Ну, которые ваши идеалы поддерживают, скажем так, чистого спорта? В основном, мы очень большую поддержку наблюдаем со стороны любительского спорта. Вот, просто у нас есть уже своя такая группа фанатов, они очень интересуются, то есть, мы уже сформировали вокруг себя такую интересную аудиторию. Рассказываем, показываем, что, как и почему. Отвечаем на вопрос, аудитории сколько человек составляет? Я просто объясню, почему я спрашиваю об этом. На данный момент сложно сказать, ну, если охватить все соцсети, ну, около, наверное, 5-6 тысяч человек. Которые вас регулярно читают, спрашивают, и которые вам, как минимум, сочувствуют, относят вам хорошо. Ну, так скажем, мы в начале мая запустили телеграм-канал свой, ну, он начал набирать стремительную популярность, и вот сейчас уже больше тысячи человек, что я считаю, достаточно неплохий прогресс. Вот, каждый день я туда заливаю свежую новую статью или интересный материал какой-нибудь, там, где-то по науке, где-то по спортивному питанию, вот, где-то свои мысли про свою подготовку, вот. Народу, судя по уреце... Так, завтра подпишусь на него, прям сегодня подпишусь. Хорошо, спасибо. Вот, и даем народу понять, что мы действительно не просто так, а еще что-то и знаем, и умеем, и готовы делиться информацией интересной. И, смотри, я вот работаю, ну, в футболе, да, ну, как-то получилось, что легкая атлетика мне очень нравится. То есть, марафон, королева спорта. Да, да, как ни будет, это и король спорта, и королева спорта, да. И, к сожалению для себя, я там посещаю соревнования по легкой атлетике, там, разный уровень, как болельщик, понятно, да, может, как выступающий, иногда, слышу о том, что, ну, есть такой тезис, добиться высоких результатов, ну, даже по российским меркам, только на здоровье, тренерской методике и там, таланте, спортивное питание, наверное, должно быть, не значит, наверное, должно быть, думать нечего, да, как дополнение к обычному питанию. Мы говорим про запрещенные средства. Как вы считаете, просто-то, да или нет, можно ли достичь по-настоящему высокого уровня в России, занимаясь в российских реалиях, с нашими зимами, да, с нашим питанием, с нашей там поддержкой финансовой, сейчас спортсменов, по-настоящему высокого уровня, ну, даже, скажем, на европейском уровне, занимаясь без применения запрещенных средств? Я считаю, что более чем реально, поскольку, ну, понятно, что Россия богата талантами, просто вот, это, знаете, я вот сравниваю талант с неограненным алмазом, вот чем ценнее алмаз, тем тоньше должна быть работа огранщика и ювелира, соответственно, чтобы... На тебе ювелиры соответствуют? Да, тут вопрос, наверное, в ювелирах больше стоит, остро. То есть, у нас хорошие базы, у нас зимняя великолепная база в Португалии, где идеальные просто условия на берегу океана, у нас есть кисловоз, есть Киргизия, то есть, условия не такие уж плохие. Я правильно понял, что вы считаете, что могут достичь люди, потому что, ну, высоких, высокого уровня, да, результатов, потому что у нас, а, ну, в России много людей, много людей бегающих, меньше в Советском Союзе, я думаю, ситуация справляется, потенциально быстро же есть ребята, есть материально-технические даже условия, но проблема получается, получается, одна из самых главных проблем вообще российской левых атлетики, это тренерский состав и научное обеспечение, скажем так. В том числе медицина. В том числе медицина. Это самая главная проблема? Я считаю, что да, условия у нас не самые плохие. А почему тогда вот этот стереотип, есть же такой стереотип, что нельзя достичь высокого результата без применения и запрещенных средств? Или я ошибаюсь? Я простой пример приведу, вот у нас есть в Олимпийском комитете инновационный центр, один из, я бы сказал, по оборудованию крутейших в мире. Всероссийская Федерация Легкотетики обратила на него внимание только после того, как мы начали постить про него результаты свои. То есть, именно, находясь, находясь там, плевки от них, да, сразу проявили острый интерес, поскольку мы первые, наверное, в стране, кто начали мониторить такой показатель, как экономичность бега. До этого на него просто не знали, что это, зачем это и почему это. Мы не только начали на себе это все измерять, но и показывать, объяснять, зачем это и какое это значение имеет в беге на выносливость. Соответственно, если собрать воедино все, что сейчас работает в мировом спорте, в мировой науке, спортивной, то можно достичь высоких результатов, поскольку мы отстаем там просто в глобальном масштабе от всего, то есть, как по спортивному питанию, но у нас, я не знаю, в России же не готовят специалистов по спортивному питанию, как такое. В наших институтах такого нету. Соответственно, там специалистов можно по пальцам пересчитать, и тот прием спортивных добавок, что у нас существует ранее, но это, я считаю, деньги на ветер, абсолютно впустую и бесполезно. Потом, опять же, те же американцы, они готовы делиться информацией, в частности, у нас там вот есть определенные люди, которые работают с Олимпийским комитетом США и в чистом виде предоставляют нам некоторые методики и так далее, которые потенциально работают, доказаны, и они применяют на своих спортсменов. Но вот проблема, как это применить на наших ребятах? Есть свет в конце тоннеля в этом отношении? Опять же, по специалам я понял. К вам, вы обращались, к вам обращались, хотим выступать за Rocket Science. Кто-то отказывался, когда узнал, что надо подписать договор о том, что... Я не думаю, слушайте, ребята что-то там химичат, но потенциально, мало ли, что провокация, не провокация, как здесь поменяется, вопросов нет никаких, согласен. Кстати, этот договор слинспот, он имеет какой-то срок действия или он бессрочный? Он бессрочный. То есть, пока они в команде вашей, он действует? Он и для любителей, и для профессионалов. Вот так, да. У нас просто пробы не берут, а самим наставят на то, что будут пробовать, берите у нас пробу, мы готовы заплатить, это достаточно дорого, плюс, хотя вот в новом законе, в котором все еще не сегодня был подписан, такая возможность продистали, но, потому что спонсоры какие-то будут, я думаю, в их интересах доказать, что ребята чисто бегают и так далее. У меня вопрос другой. Спортсменам понятно, есть. База есть. Опять же, много талантов, тма. Есть ли тренеры, которые, вот я с вами разговариваю, вижу вас в первый раз в жизни, рассказывали с вами 20 минут, и то мне же хочется познакомиться поближе с вами, с вашими методиками и с Михаилом Виноградовым, при этом даже прекрасно с нами, собственно, Россию уже давно знаю, шикарность на место. Неужели тренеры самим неинтересно узнать, но что там печалов, с Виноградовым делают, пусть условно на своих лохах чистых, ладно, но это же действительно должно помочь, даже если ты применяешь методики, которые, мягко говоря, не надо применять, в своей работе добавить методики в Виноградовую пищалу. Неужели к вам тренеры не приходят с целью обменяться опытом, что-то, может быть, забрать, грубо говоря, своровать? Скорее всего, наверное, проблема в том, что основная масса современной литературы на английском языке, а это большая проблема для многих наших тренеров. Посмотрите на возраст основных тренеров, 50-60 лет, и в 50-60 лет очень тяжело уже на самом деле учиться. Я не говорю о том, что плохо работает советская система, но она себя уже изжила. Так тем более, надо к вам обращаться, тем более, надо с вами обращаться. Вы как люди, которые владеют английским языком, и там поработал, как виноградов, но вы тем более являетесь для них потрясающим источником знаний, которые уже могут дать, вы, получается, тот резерв, который можно использовать. Видимо, проблема в том, что мы еще не заработали достаточного авторитета и не показали, или наши спортсмены еще не показали выдающихся результатов, поскольку, ну, не все понимают, что вырастить спортсмены международного уровня очень быстро возможно только с помощью допинга. А так, если на своем здоровье, то на это требуются годы. Кстати, говоря про допинг, ну, уже заканчивая по допинг и спортсмены достижения, ну, понятно, что у нас легкая атлетика, к сожалению, попала такой переплет неприятный в свое время, да? Действительно ли проблема, на ваш взгляд, у человека, который внутри варился, проблема была настолько широко распространена в этой среде? Я скажу, да, то есть, я готов подписаться под многими хлопами в докладе Макларена. По легкой атлетике. Поскольку знаю эту систему все изнутри. По легкой атлетике. Хорошо знаю. Проблемы существуют и действительно они очень масштабные. В Rocket Science есть группа ребят профессиональных. Нет ли мысли подготовить группу любителей, ну, по-назначим любителей, врачей, инженеров, как-то их там отобрать? Причем, например, я готов платить вам, в том числе, за исследования генетические, там, за анализы крови, за подбор питания. Ну, потому что это моих интересов, потому что я плачу кому-то. Так, я буду платить хоть по делу, и вы скажете, Безуглов, ну, ты классный парень, ну, ты потенциально, наш взгляд, вы смотрите, 2,45 не плачешь в марафон, ну, нафиг нам нужен. А другу скажете, Безуглов, ты толстый, нарядный, да, ну, если ты сбросишь, свежий до 80 килограмм, причем мы тебе скажем, как ты должен сбросить грамотно, да, ты прожишь там 2,25, да нам интересен, ну, как это же любитель. Нет такого желания собрать такую группу, ну, только не просто всех желающих, я думаю, что не очень сильно интересно, да, с точки зрения этого проекта, понятно, да, которые прям могут потенциально выстрелить, на любительском уровне, понятно, но тем не менее. Это же база данных для изучения, в том числе у вас. У нас есть такие любители уже на данный момент, ну, основной критерий, я бы сказал, это заинтересованные самих любителей в росте результатов, то есть, в постоянном прогрессе, то есть, просто те, кто побегать, потусоваться, это вообще. я только по тех ребят, которые хотят прогрессировать. Вот, это, да, это наша аудитория, и которая... есть возможность стать, ну, не участником, в чисто виде проекта Rocket Sides, но тренироваться, условно, у Пищала и Наградова, ну, по их методикам и так далее, да, по токураторствам, для того, чтобы спрогрессировать. Да, возможность есть, но опять же, хочу сказать, что каждый спортсмен, это индивидуальность и требует очень много времени, а времени в сутках, к сожалению, слишком мало, и разорваться на всех, да, нет возможности, поэтому вот мы периодически, там, вот сейчас запускаем новый курс, где я раскрываю все вот тонкости тренировочного процесса, то есть, все, что я знаю, все, что умею, все, о чем прочитал, вот все это воплотил в одном интересном курсе. Что за курс? Курс мы назвали «Погружение 1.0», вот, я… То есть, будет 1.0 получается, 3.0 будет. Это мы уже посмотрим, пока что 1.0, где я не только разобрал теорию, вообще, как происходит адаптация организма к нагрузке, ну и как отслеживать свою индивидуальную реакцию на нагрузки, как подбирать под себя, учитывая свой потенциал, как отслеживать переносимость, ну, то есть, многие темы, я воплотил в этом курсе, опять же, мне пришлось перекопать множество литературы, книг, статей и так далее. Чтобы адаптировать этот человек к любителям, еще получается. Да, то есть, задача научить их думать в основном, то есть, я не обещаю высокий результат, но обещаю научить их думать. Здесь процесс более безопасен, точнее, для сохранения здоровья, да, и более эффективен. Да, естественно. Точно получится? Чтобы я вот услышал такое выражение, мне очень понравилось, в тренировках, как в еде, важно не сколько съел, а сколько усвоил. То есть, где найти ту золотую середину, ту нагрузку, которая принесет максимальный эффект здесь и сейчас, как сочетаются между собой различные виды нагрузок, там, силовая, прыжковая. Когда курс стартует? Он стартует 23 июля. А где информацию можно получить? На нашей странице в Фейсбуке, в Инстаграме, ну и на нашем... Телеграм-канал, наверное. Телеграм-канал, да, мы скоро опубликуем. Но вот в соцсетях мы уже опубликовали информацию, то есть, уже буквально сегодня утром запустили... А, вот так, да, прям с полу жара? Да, анонс о предстоящем курсе. Евгений, смотрите, ну, про... всё же, про допинг и спортовые достижения сказано и без нас на многие там дома, да, бог с ним. Вы сейчас погружены в любительский спорт. Российский, наверное, больше, чем профессиональный, потому что, ну, вы их больше любите, просто самих по себе больше. Есть один нюанс, я вот не договорил. Я уже третий год работаю с двукратной чемпионкой мира по сноуборду. Вот, как-то вот она меня подтянула, всё опять пошло хорошо. Ну, то есть, Екатерина Тудегешева. Да, конечно, конечно. Вот, третий год я уже с ней активно работаю, езжу по сборам. Обратилась она ко мне два года назад, поскольку уже три или четыре года в ней был страшный застой в результатах. У меня, честно говоря, знаете, по Екатерине, как это мысль, опять же, читая газеты и так далее, что у меня стойкое впечатление, что ее сборный пытается всё убрать. Там всё очень плохо. Её теснят. Она всё выступает, выступает, всё хорошо. Ну, не то, чтобы лучше, лучше, но планку держит. У меня такое впечатление сложилось. На самом деле, так и есть. Она как изгой, её страшно не любят своей федерации. Ну, ей хорошо, у неё появился неплохой спонсор, который частично помогает реализовывать тренировочный процесс. И плюс грандобезопасность и результаты, которые сохраняются на высоком уровне. Естественно. Вот первый год после нашей работы она опять же взошла на пьедестал. По итогам Зимнего Кубка мира стала второй. То есть, получается, методика универсальная. То есть, не только для цирридического спорта, а любителей того, профессионала. Я бы так сказал. Каждый спорт предъявляет к организму определённые требования. То есть, играют роль определённые качества. Где-то ловкость, где-то сила, скоростная выносит. Тут просто логически выстраиваются процессы и делается акцент на те качества, которые необходимы в этом виде спорта. А, который может развивать. Применять те методики, знания и методологии, которые универсальны для любого человеческого организма. Да, так и есть. Вот сейчас я опять всё лето с ней по сборам катаюсь. Вот у нас один уже сбор прошёл в Крыму. Вот буквально я вернулся меньше недели назад. А, то есть, в тот раз это только потому, что были на сборе именно с Тодигешевой. Да, да. Вот сейчас опять причина уважительная, ещё более уважительная. В Кисловодске едим на сбор и уже в августе в Сочи. Кстати, Евгений, я вот сам активно бегаю, ну, меру активно там, да, всё, хочу там бежать в 2.45 когда-нибудь и так далее. И вот, как я уже задал вопрос, тебе задал вопрос, любительский спорт. Казалось бы, где любительский спорт и где применение каких-то запрещенных средств? Ну, у меня как врача, как участник в любительских соревнованиях, я часто вокруг себя слышу ну, различные такие там недомолвки, кто-то, что-то где-то. Как вот ты оцениваешь, к сожалению, может быть полностью вовлечённость любителей в применение запрещенных средств? Я не говорю про капли в нос, я не говорю про какие-то ушные капли, свечи ректарные. Я понимаю, про что-то серьёзное. Я говорю про три группы препаратов, которые применяют все для того, чтобы значимо улучшить. Это ретропоэтин, это стероидные гормоны, ну и, наверное, что там? И гормон роста. Гормон роста, да. Гормон роста. Да, всё. Как это... Это первый вопрос. Второй, для чего любители-то это делают? Мне иногда пишут там в Фейсбуке, там активную ссылку мне ставят. Вот там нельзя пробежать там 3 часа, там кто-то писал буквально недавно там, как с весом за 90 пробежать здесь 3 часов в марафон. Это невозможно. Там, говорит, вот доктор там бегает. Он говорит, ну, она всю химию, которую, возможно, сожрал. Ну, я даже не знаю, как иментировать-то это, да, то есть, ну, есть, наверное, какие-то генетические приспособленности к этому, да, но какая химия? То есть, я же рассказываю логически, чего что-то есть, если ты чистый любитель, ты врач, да, вот какова степень, на твой взгляд, с твоей стороны колокольня, распространенность допинга в любительском спорте и для чего это делают, я понять не могу. Проблема такая есть, к сожалению, опять же, откуда она исходит? От тренеров? Я думаю, в первую очередь, от тренеров, поскольку тренеры, опять же, тренеров-любителей, которые сами прошли через жернова системы всей нашей российской, свято верят в эффективность допинга, в невозможность достигать результата без допинга, и уже чуть ли не с первых месяцев подготовки начинают что-то советовать, начиная с простых витаминов, с уколов и заканчивая там самыми тяжёлыми препаратами. Вот, насколько я знаю, наиболее это распространено в триатлоне, поскольку там всё-таки контингент маленько другой и опять же, сейчас... Понаряднее, да? Понаряднее и в триатлоне сейчас такая, ну, я так понимаю, сама аудитория более платёжеспособная и сейчас уже многим невыгодно мериться, у кого машина круче, у кого дом вышел, а у кого результат на айронмене выше. соответственно, тут почему бы немножко не помочь себе, чтобы там час бросить на триатлоне, поскольку все знают, что допинг работает и работает эффективно. То есть, мотивация, мотивация стать лучше, то есть, для себя, то есть, для соседа, словно по коттеджному посёлку. Ну, это мотивация, то есть, профи понятно, амбиции, звание, деньги, просто банальный вопрос выживания, по большому счёту. Здесь чисто в виде амбиции. Евгений, буквально у нас осталось полтора минуты окончания эфира, вот двумя словами, вот на 30 секунд ответ на мой вопрос. Ты крутился в этой среде, не крутился, ты находишься в этой среде, всю жизнь сознательно, да, применение защитных средств. Вот это путь, понятно, в тупик, путь в тупик всегда. Ты можешь там выстрелить, но ты сокращаешь значимую карьеру и так далее. Любителям, как доступно, вот ты объяснишь, почему не надо применять эти препараты в любительском спорте? Я скажу так, это огромный вред для организма. Стоит немножко углубиться в тему, понять, какой вред несут те же, к примеру, тот же гормон роста, необдуманный приём гормона роста, там, провоцирование раков и заболеваний и так далее. Какой вред несут... В чем в долгосрочной перспективе, и здесь, сейчас. Сейчас никто ещё не знает, что будет через 2, через 3 года, через 5 с организмом от приёма допинга сейчас. Проблемы могут быть очень серьёзные. И действительно, если посмотреть публикации в интернете, там очень много негативных примеров. Но опять же, это всё как-то закрывается информацией. Ну, каждый видит то, что хочет увидеть, получается. Да, он видит только положительные эффекты. Евгений, 20 секунд осталось. Что бы вы пожелали всем, мне, как вы скажете, любительского спорта, вообще всем любителям бега, давайте бега, в России. Бегать более разумно, прислушиваться к своему организму и, наверное, высоких результатов относительно себя. Прогресса, да, прогресса относительно себя. Всё, прогрессируют, сохраняя при этом здоровье. Это самое главное. В эфире была программа «Врачебные таймы» на радиоканале «Медиадоктор» и я, ведущий, Эдуард Безуглов. У всех у нас был мастер спорта, тренер про лёхоатлетики, составитель проекта «Рокет Сайенс» Евгений Пищалов. До новых встреч. Спасибо.